Мы уже выяснили, что маме еще нужно заслужить любовь своего ребенка. И если они будут правильно носить и держать своих малышей, наверняка они ответят им в благодарности. О том, как правильно это делать, мы сегодня поговорим с линго-консультантом российской и немецкой школы Детраги Шули, Екатериной Ивановой. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас, кстати, есть еще в студии помощница Маша. Новорожденная. Все, два сантиметра, три килограмма. Катя, вот как правильно держать ребенка? Поддерживаем головку, подхватываем всем своим предплечьям таз и бедра. Четыре точки поддержки. Головка, спинка, таз и бедра. Поднимаем вверх, то есть можно через бочок, можно просто прямо. Вот смотрите, мы подерживаем ребенок, лежит у нас на руках. И прикладываем, например, к себе. У мамы же очень много времени проводят с ребенком на руках. Как делать так, чтобы не болела спина не только у ребенка, но и у мамы? Да, у мамы при таком ношении может болеть, нагрузка идет на грудной отдел позвоночника, потому что обращали внимание, мама иногда в декрете вот такие вот, со скругленными спинами, и на поясничный отдел. Конечно, мы рекомендуем, прежде всего, контролировать за своей спиной, выпрямлять свою спину, но и второй вариант – это наши помощники – переноски, слинги. Вот существует сейчас много способов переноски детей. Есть слинги, есть эрго-рюкзаки и такая переноска, как кенгуру. Вот что из этого предпочтительнее? Мы предпочитаем, рекомендуем те переноски, в которых у ребенка это же физиологичное положение сохраняется. То есть слинги, по сути, это замена маминых рук. То есть если в слинге сохраняется именно вот это положение, и не идет нагрузки на позвоночник, эту переноску мы рекомендуем. Если говорить про переноски, в которых ножки ребенка вертикально вот так вот опущены вниз, и у них небольшая спинка, то есть проходит на промежность, тогда куда пойдет распределение нагрузки? На позвоночник. На позвоночник, да. То есть получается вот кенгуру как раз не рекомендуется, правильно, специалисты? Ну да, мы не рекомендуем. Слинги и эрго-рюкзаки – это… Слинг и эрго-рюкзак, да, слинг, в чем его особенность? Он не задает ребенку положение, он фиксирует то положение, которое мы задаем руками. То есть мы задаем руками, прежде всего, физиологичное положение, а затем слингом фиксируем его. А слинги можно начинать с первых дней жизни носить? Здесь в целом, да, можно начинать носить прямо с первых дней жизни, но если нет противопоказаний у мамы, таких как, например, кесаросечение, там, послеродовое восстановление, да, ну, каких-то особенностей у мамы. Поэтому лучше после месяца, когда мама восстановится. Но если есть критическая ситуация, старшие дети или там еще что-то нужно, то можно просмотреть какой-нибудь вариант. Рюкзак можно носить, по-моему, с 4-5 месяцев, да, когда вот ребенок разводит ножки. С возраста самостоятельного сидения, когда ребенок уже уверенно сядет. Почему? Потому что если мы в эрго-рюкзак, то чем отличается, опять же, слинг от эрго-рюкзака? Слинг – это просто ткань, которому сколько нужно, мы под ребенка столько подвернем. А эрго-рюкзак имеет заданную, четко заданную конструкцию по ширине и по высоте спинки. То есть если мы маленького ребенка расположим в эрго-рюкзак, у нас не будет заданной позиции, у нас будет гипер-широкое переразведение ног, которое нам тоже нехорошо. В общем, эрго-рюкзак – это с 6 месяцев, правильно? Примерно, как только ребенок сядет, давайте так будем называть, говорить. А вообще, чтобы научиться носить ребенка в слинге, он же такой, это лосут ткани, да, 5-метровый или там поменьше. У нас где-то в Барнауле учат тому, чтобы правильно наматывать слинг? Да, мы проводим бесплатные слинговстречи в детских центрах, проводим мастер-классы и еще выезжаем на индивидуальные консультации. Но, в принципе, можно и через интернет научиться, да? Можно, можно. Есть ролики в интернете, на YouTube-канале, есть инструкции у производителей, можно посмотреть самостоятельно и для проверки, например, прислать фотографии слингоконсультанту, чтобы они посмотрели, подсказали что-то. Чтобы выбрали то, что больше подходит к маме, да? Да, да. Катя, а вот закончим наше интервью тем, что мне вот очень интересно, нужно ли вообще ребенка носить на руках? Вот есть такое мнение, что не нужно его приучать к рукам, а другие считают, что, наоборот, нужно носить постоянно. Как вы на это смотрите? При косновении контакта кожи-кожи у мамы и малыша сердцебиение одинаковое, терморегуляция улучшается, пищеварение, колики. Это что касается физиологии. С точки зрения взаимоотношений мамы и ребенка возникают теплые, теплые привязанности. Спасибо большое. Носите своих детей на руках. Сегодня мы говорили со слингоконсультантом Екатериной Ивановой.